МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Столько главной новости этого дня. Далее в подробностях. В студии Алексей Лихман. Здравствуйте. Все, что нажито на большой дороге. Подробности выясняли, что нашли у столичных гаишников и всех ли задержали. Карьерный взлет сепаратиста. Кого посадили в кресло начальника Николаевской милиции. Зачистка белых халатов. Почему пустеют коридоры Минздрава. Закарпатский диалект рупора Кремля. Украинцы перевели и высмеяли одиозного Дмитрия Киселева. Побор из подчиненных, коррупционный бизнес на регистрации автомобилей и деньги. Очень много денег. Таковы результаты обысков у руководителей столичной ГАИ. Одного из них уже задержали, но самый главный гаишник Киева сбежал в сторону белорусской границы. Что же нашли у властелинов свистка и полосатого жезла? Узнавал Максим Кошелев. Руководство Киевской ГАИ причастно к масштабным коррупционным схемам, утверждают в МВД. Накануне следователи столичной прокуратуры и управления внутренней безопасностью министерства провели в кабинетах и домах руководителей Киевской автоинспекции обыски. Нашли немало интересного. Грибы нет. Это только часть суммы, которую обнаружили. Аваков уверяет начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Николай Жебель и глава Киевской ГАИ Николай Макаренко регулярно собирали дань со всех МРЭО города. Около 200 тысяч гривен в неделю. Кроме того, они фактически создали монополию. Заставили все МРЭО покупать справки счета для оформления машин исключительно в подконтрольной им фирме. Зарабатывали на этом 720 гривен с каждой справки. В месяц выходило около 600 тысяч. Жили на широкую ногу. Следователи изъяли 3 миллиона гривен. И еще кое-что. Один из подозреваемых, начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы, уже задержан. Хотели следователи арестовать его шефа Николая Макаренко, но тот подался в бега. И в отношении начальника ГАИ города Киева, который на данный момент скрылся, но я думаю, что в ближайшее время то же самое с ним будет соответствующее правовое действие будет проведено. Теперь производство по ГАИшникам должны довести до суда. Расследовать предстоит всю цепочку сбора взяток в столичной госавтоинспекции. Максим Кошелев, подробности, телеканал Интер. Обыск сегодня провели в доме бывшего главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бачковского. Проживает он в пригороде Киева, в селе Рожны. Туда следователи приехали ранним утром, работали до обеда. Известно, что во время обыска Бачковскому стало плохо, пришлось вызвать медиков. Адвокат бывшего главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям уверяет, что ничего противозаконного не обнаружили. Никаких улик изъято не было. Изъято для формальной проверки часть флешек и накопителей с личной информацией, документами и фотографиями. И изъяты договора на открытие, еще там зарплатную карточку. Сергея Бачковского и его зама Василия Стоецкого подозревают в организации схем закупки горючего по завышенным ценам. Их задержали 25 марта прямо на заседании Кабмина. Затем обоих выпустили под залог в 1 миллион 182 тысячи гривен за каждого. Что искали сегодня и что нашли в доме Бачковского, в МВД не говорят. От общения с прессой следователи отказались. Отчитаться о результатах другого громкого обыска требуют от Генпрокуратуры и СБУ народные депутаты. Хотят узнать, что и у кого было изъято после проверки в МВД 31 марта. Вернее, сами нардепы знают, но требуют публичного отчета. У нас есть наши джерела. Нам поведомили, что обшук отбылся. Обшук поводился, в кабинете как раз, керевника аппарата, Чебатаря Сергея Ивановича. И что вы думаете, в час обшуку была виявлена черная бухгалтерская звездность, была виявлена большая сумма денег в иноземной валюте. Безпосередньо до Министра внутренних справ неодноразово обратились, в том числе, керевники фракции Блоку Петра Порошенко. Народные депутаты Украины с категоричной требой Отсоронить от деятельности и расследовать деятельность Чебатаря, который в среду народных депутатов считается человеком, который за масштабами разработки и реализации брудных коррупционных схем уже превышал пшонок Захарченков и Клименков. Чинный уряд фактически ничего не делает для того, чтобы реально бороться с коррупцией, для того, чтобы реально снищить все те схемы, которые существовали в часе Януковича. И, первое, это касается такого органа, как Министерство внутренних справ. В МВД же обыски пока не комментируют никак. Мы попытались узнать позицию ведомства, но ответа так и не получили. Ответы ждут от МВД еще по поводу последнего назначения. В Николаеве новый начальник одного из райотделов милиции, которого журналисты уличили в пророссийских настроениях. Подробности скандала у Кирилла Ющишина. Начальник центрального райотдела милиции, а точнее исполняющий обязанности, им стал Сергей Дяченко, который во время захвата Крыма зелеными человечками возглавлял милицию Феодосии. И, как говорят журналисты, попросту отдал город сепаратистам. Выставил посты на въезды в город, чтобы защищать город от бандеровцев. При его руководстве милиции был снят флаг Украины из городского совета Феодосии. Готов был служить Российской Федерации, однако ему предложили должность где-то на окраине России, совершенно не в Крыму. После аннексии Дяченко переехал в Николаев. Он родом отсюда. На днях его повысили. В областном МВД утверждают, перед назначением крымского полковника проверили с ног до головы. Кандидатуру одобрили в Киеве. Такую проверку он прошел и был признан годным нести службу на территорию Украины. Сам Дяченко все обвинения отрицает. Говорит, приказ сменить флаг Феодосии не давал и грозится пойти в суд. Каким образом я сдал этот отдел или не сдал, ну это покажет история. Но я хочу сказать одно, что свой долг, свою присягу, которую отдавал государство Украины, я выполнил до конца. Впрочем, это уже не первый скандал в Николаеве, в котором фигурирует Сергей Дяченко. Несколько лет назад в веренном ему отделе милиции нашли целый склад нелегального оружия. Тогда его уволили и перевели в Крым. Теперь вот вернули обратно. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев. Одна из съемочных групп подробностей сейчас находится на крайнем блокпосту перед Донецком. Боевики должны там передать украинским военным двух пленных. Видеосвязи в этом месте нет, поэтому мой коллега Станислав Кухарчук пообщается с нами по телефону. Стас, здравствуй. Ты в эфире. Надеюсь, ты нас слышишь. Боевики уже привезли наших военных или вы все еще ожидаете? Да, здравствуй, Леш. Буквально вот несколько минут назад боевики передали нашей стороне двоих украинских военнослужащих. Это рядовой 93-й механизированный бригад Николай Сурненко и рядовой 51-й бригады Виталий Михалевич. Ребята 8 месяцев находились в плену у террористов. Все это время украинские переговорщики, волонтеры договаривались об их освобождении. Вот только вчера им удалось получить от той стороны согласие на передачу военнопленных. Сегодняшняя же операция продолжалась почти 7 часов. Один из наших волонтеров поехал забирать ребят на оккупированную территорию. Почему так долго проходили эти переговоры, пока неизвестно. Важно также сказать, что это был неполноценный обмен. Дело в том, что боевики передали украинских военнослужащих, не требуя ничего взамен. В принципе, можно сказать о том, что это большая удача для украинской стороны. Больше подробностей об этой операции, я думаю, уже узнаете в утренних новостях. Алексей Витальевич. Стас, спасибо тебе за хорошие новости и за работу. Это был Станислав Кухарчук с одного из блокпостов возле Донецка. Тайм-боевики только что передали украинским военным двух наших военнопленных. Жизнь в Донецке и Луганске. Что видят и слышат жители оккупированных территорий? Мы сегодня с ними пообщались по телефону. Давайте послушаем. За последние два дня в центре очень хорошо начали слышать, что где-то взрываются, откуда-то стреляют. Некоторым инвалидам выдали пенсии в рублях. Вот на днях я разговаривала с другом, он говорит, выдали 2000 рублей. При этом учителям на днях выдали ту же зарплату, но она 2500 гривен. Почти во всех магазинах, по крайней мере, в вещевых, цены уже и в рублях, и в гривнах. В народе входят такие слова, что собираются вводить российское законодательство. Хотят ввести свою новую конституцию именно от Буганской народной республики. Но все равно база для этой конституции, что сделать, допустим, конституцию российских федераций. Глупо, конечно, все это. День открытых дверей в Буганском центре. Что предлагается, работу чернорабочими. Уборщицами, коммунальными служащими, за гуманитарную помощь. Работать надо 5 дней в неделю, каждый день по 4 часа. Людям предлагают работать за еду. Вот до чего уже дошли, а на завтра. ЛНР трубит везде, что будет общий республиканский субботник. Все знанияют на субботник. То есть, скажем так, в прекратном порядке. Что самое смешное, что никаким инструментом обеспечить не могут. Поэтому на субботник завод со своими лопатами, вплоть до того, что со своими мусорными пакетами. У нас на заправках сумасшедшая очередя. На единицах есть бензин. Ну, на параллелях есть бюзнальный бензин, но по 36 гривен в лареньках. Сумасшедшие. Железный аргумент войны. Наша бронетехника и танки находятся недалеко от линии разграничения с боевиками. И отходить пока не собираются. Ведь практически ежедневным приходится покидать скрытые позиции и давать отпор террористам. На базе наших танкистов неподалеку от Мариуполя побывала съемочная группа. Подробнее в материале Александра Пантелеймонова. В самой горячей точке на юге АТО поселки Широкино танкисты частые гости. Их вызывают, когда ситуация накаляется до предела. И они с честью выполняют свой воинский долг. Враг уже в который раз отступает под натиском нашей брони и огня. Люди тут выходят вперед, говорят, что пока вас не было, нас плохо было, давили, давили. Вы пришли и все. Они просто боятся, уже есть, потому что работают танки. Броня это как козырь в рукаве. Может повлиять на ход событий, решить исход боя. Вот один из лучших экипажей на этом участке фронта. Буквально несколько недель назад танкисты подорвали целый склад боеприпасов врага. Поначалу ребята смущаются, потом рассказывают, как все было. Стрейнули раз в 15, как думаете, что? Целая куча пыли, куча дыма, куча всего. То есть не видели, что определено там что-то, горит, что-то это. Ну там ничего не было видно. Не было видно, куда стрелять. Пока боевики ведут себя относительно тихо, наши ребята не теряют времени. Ремонтируют технику. Утечки там, давление проверяем. Чтобы я на патрубе, патрубе, самая волна, что-то потерять. Главное, так нормально. Здесь, в ремонтном ангаре, много поврежденной техники. Броня посечена осколками от снарядов артиллерии агрессора. Именно толстая броня защищает ребят от огненного ада. Сегодня танкисты получили редкую возможность отдохнуть на базе. Наши собаки местные, они тут раньше жили. Теперь за много времени, долгие месяцы к нам прибились. С нами тут ховались, выживали. Это наш мишка, это наша сучечка. Но даже броня не может защитить от всего. Танк в бою всегда в центре внимания. Именно броню враг пытается уничтожить в первую очередь. Поэтому за месяцы войны в подразделении были погибшие и раненые. Оставшиеся в строю их никогда не забудут. Не только Сереге, а всем нашим, кто лежит по испытаниям, желаем выздоровления. Ну и крепкого здоровья, как говорится. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. И сейчас Александр Пантелеймонов на прямой связи со студией. Саша, здравствуй. Как обстоят дела в Широкино сейчас? И приходилось ли выезжать туда сегодня нашим танкистам? Нет, сегодня вот здесь на удивление было тихо. И только после шести вечера боевики открыли все-таки огонь по Широкино. Встреляли неприцельно. Вначале из гранатомета, потом из миномета. И этот обстрел носил скорее такой провокативный характер. Но вообще за последние два дня можно говорить о том, что активность боевиков несколько снизилась. Но уже известно о том, что боевики подтянули к линии разграничения ствольную артиллерию. Они, кстати, ее использовали в последний раз во вторник на этой неделе. И вот по расчетам нашим военным она располагается возле поселка Коминтерного. А это всего лишь в 25 километрах от самого Мариуполя. Так что ситуация все-таки здесь остается напряженной. Алексей. Спасибо, Саша. Это был Александр Пантелеймонов с Мариупольского направления на связи с нами. Утечка из компетентных органов Великобритании. Путин и правда болел. Так на Туманном Альбионе объясняют отсутствие Кемелевского лидера. В самой же России есть мнение, что причина всему новая инъекция. То ли ботокса, то ли кислоты. Но вот кому уже никакие инъекции не помогут, знает Данил Русаков. Он в Москве. Был ранен под Дебальцевым. Госпитализирован в ожоговый центр Донецка. С трудом передвигается. Это все от анкистей из Бурятии. Вернее, российском кадровом военном. Даже Батумункаев еще в марте дал новой газете интервью. А сегодня его мать заявила, будто бы все это фальсификация. Хотя на этом снимке хорошо видно, в каком состоянии этот 20-летний боевик. Известно, что родом он из Читы 2013 был призван на срочную службу. А уже летом прошлого года подписал контракт. По словам Батумункаева, изначальных якобы переднаправляли на учения в Ростов. Но кадровые военнослужащие понимали, в итоге они попадут прямо в Украину. У железнодорожных вагонов по пути следования личный состав заставили закрасить отличительные знаки на танках. В Донецк, по словам боевика, они попали ночью, ехали на бронетехнике. Переброску осуществляли после трех месяцев тренировок на так называемых учениях в соседнем регионе России. Навестил Батумункаева и фарсовщих футболок с логотипом «Новороссия», «Кобзон». Вот эти кадры. Даже Батумункаев даже сообщил, что котел в районе Дебальцево организовали российские военные. Политпросвидетельская работа с бойцами, которых отправляют на Донбасс, по всей видимости, ведется на должном уровне. Батумункаев говорит, стрелял, убивал, но все ради мира. Поскольку официально Российская Федерация отрицает присутствие своих войск в Украине, то она сдала уже всех заранее. Да, таких случаев полно. Мы знаем, что в последнее время в Ростовской области появится 500 безымянных могил. Ну и, скажем так, сложно было бы предположить, хотя можно, что эти 500 могил не имеют никакого отношения к войне на Украине. Случаи отправки регулярных воинских частей на Донбасс фиксировались неоднократно. По словам солдатских матерей России, к ним даже поступали жалобы от тех, кто не соглашался воевать. По крайней мере, сейчас известно о нескольких случаях из северных регионов России. Родителям тех, кто отправился на войну, но вернулся в виде груза 200, распространяться о произошедшем настоятельно не рекомендуют. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Громкий процесс в оккупированном Крыму судят активиста за его участие в Киевском Майдане. Узнаем подробности у Юлии Кричковой. Майдановцу Александру Косенко инкриминируют нанесение легких телесных повреждений сотрудникам Крымского Беркута. Это произошло зимой прошлого года в Киеве на Майдане. А затем уже в Крыму во время обыска у Александра якобы был найден нарезной ствол. Деталь от пистолета вроде бы пустяки, но внимание прокуратуры к процессу беспрецедентное. Обвинение представляет лично прокурор Крыма Наталья Поклонская. Какое наказание грозит Косенко, пока не говорит. Будет сделан вывод о виновности, невиновности судом. А затем уже на стадии судебных прений мы определимся, прокуроры, и уже будем принимать решение, какое наказание просить. Судебное заседание было закрытым. Не пустили в зал суда и родственников обвиняемого. Они надеялись увидеть Александра. С момента его задержания, а это было в начале февраля, он содержится в Симферопольском СИЗО. Даже без свиданий. Масса инсинуаций, масса несоответствий. Если такая принципиальная прокуратура в том, на республике Крым, то по законам какой страны не собирается этого парня судить? По каким законам, если это все было в прошлом году на территории Украины? Заседание длилось около трех часов. И как сообщил адвокат Сосенко, подсудимому, возможно, предъявят обвинение еще по четырем уголовным статьям. Изготовление нарезного ствола, избиение антимайдановца, насильственные действия в отношении правоохранителей Украины и незаконное пересечение границы. Я думаю, что сейчас просто идет некая торговля с Александром. Соответственно, я сказал ему ни в коем случае на какую торговлю не вестись. По словам адвоката, если эти статьи Уголовного кодекса России добавят в дело, Александра Костенко могут посадить на пять лет. Следующее заседание суда назначено на 20 апреля. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер, Симферополь. Нашумевший Днепропетровский детектив продолжается. Квартиру похищенного в начале марта чиновника горсовета взломали неизвестные. Перевернули все вверх дном, что искали непонятно. Начальник юрдепартамента Днепропетровского горсовета Александр Величко исчез посреди рабочего дня около месяца назад. Успел позвонить мэрию и сказать, что его похитили. Нашелся спустя несколько дней. В сети появилось его видеообращение из зоны АТО. Позже Величко рассказал, что туда его отвезли насильно и обвинил в похищении Геннадия Корбана, заместителя экс-губернатора Днепропетровской области. Сейчас чиновник скрывается вместе с семьей. Говорит, что опасается за свою жизнь. После похищения СБУ начала производство по этому делу, а вот в Генпрокуратуре на обращение Величко пока не отреагировали. Она мне сообщила о том, что связывает данное событие в связи с похищением своего сына и Величко Александра. И переживала о том, что что-то в квартире или подбросили, или еще что-то произошло. И попросила меня приехать сюда. Это еще не все подробности дня. Смотрите во второй части программы. Битва педиатров. В Виннице нешуточная политическая борьба за пост главврача. Бунт Туполевцы. Что вывело работников Харьковского авиационного на протест? Не чавкайте, вас плохо слышно. Кого подслушивали в элитном польском ресторане? Группа Остким Дмитрия Фирташа отвергает обвинение министра внутренних дел Авакова в хищении бюджетных средств. О том, что МВД открыло уголовное производство против должностных лиц группы предприятий Дмитрия Фирташа, вчера у себя на странице в Фейсбуке сообщил глава МВД. В Остким ответили. Предприятия группы не являются распорядителями бюджетных средств, поэтому не могут ими распоряжаться и тем более расхищать. Кроме того, уверяют, долги предприятий Остким перед «Нафтогазом» были сформированы практически полностью еще до приобретения групп ДФ этих предприятий. Следовательно, какие-либо обвинения в адрес нынешних должностных лиц предприятий по меньшей мере некорректно считают в Остким. А вот долги государства перед Остким значительно превышают собственную задолженность компании перед госструктурами. Только Одесский припортовый должен более 5 миллиардов гривен. При этом Остким не спешит взыскать долг, понимая финансовую ситуацию в стране, и своевременно выплачивает зарплату работникам своих заводов, заявляют в предприятии. Кабинет министров просит начать расследование против отстраненного главы госфининспекции Николая Гордиенко. Его подозревают в служебной халатности. Якобы за год работы глава госфининспекции не выполнил большинство поручений премьера, а если выполнил, то неэффективно. 70% аудиту, который он должен был проводить, не был проведен вообще. За результатами данного аудиту, который он провел только на 11 предприятиях, было притягнено до материальной ответственности одну особу. Сам Гордиенко три недели назад в нашем эфире заявлял о хищениях в Кабмине на сумму 7,5 миллиардов гривен. По этому поводу нардеп Сергей Каплин инициировал создание Верховной Раде Следственной Комиссии, но за все это время ее так и не создали. А вот теперь посыпались обвинения в сторону самого Гордиенко. Президент требует ускорить проведение реформ. Петр Порошенко встретился с лидерами фракции парламентской коалиции и напомнил им о важности принятия необходимых законопроектов. Порекомендовал депутатам активизироваться. Говорил и о необходимости приватизации госпредприятий, которые не являются стратегическими. Такие продажи помогут привлечь инвестиции в Украину. Участвовать в конкурсах могут все, кроме россиян. Я думаю, что мы должны подвести и продолжить процесс проведения прозорых и эффективных конкурсов по приватизации. У нас была дискуссия с премьер-министром. Я полностью поддерживаю его позицию, что до обмежения доступа до участия в приватизации бенефициров, которые имеют российское походжение. То ли реформа, то ли масштабная реорганизация постучалась в двери Министерства здравоохранения. Под угрозой увольнения оказались все начальники этого ведомства. И все это произошло за один вечер. Кто уже попрощался с портфелем? Кто уповает на чудо? Ну и кто может их всех заменить? Продолжит Елена Зорина. Кадровая революция в Минздраве со вчерашнего вечера. Все топ-менеджеры отстранены. С некоторых кабинетов исчезли таблички. Ну а кто-то уже собирает вещи. С минуты на минуту она будет уже бывшим руководителем департамента медицинской помощи. Сама решилась, или кто настоятельно попросил, Светлана пояснять не хочет. Таких, как она, написавших заявление по собственному желанию, в министерстве еще трое. Но увольнений боятся почти все. Возле этого кабинета пока еще табличка старая. Его хозяйка, замминистра, тоже решила за кресло не держаться. Всего претендентов на увольнение почти два десятка. Вся верхушка Минздрава, руководители департамента, управления и службы отделов. Министр Квиташвили называет это реорганизацией. Но подробности пока держит в секрете. И о ней, говорит, предупреждал, как только пришел. Но сделал все почему-то спустя четыре месяца. Будем набирать новую команду. По закону два месяца, без организации, мы будем стараться, чтобы этот процесс завершить пораньше. Чтобы были новые люди. Но будут ли эти люди такими уж новыми, а может быть забытыми старыми? Министр обещает конкурс, но условий пока не называет. Говорит, только хочет видеть молодых и амбициозных. Закон утверждают юристы на стороне министерства. Уволенные или попрошенные вернуться на прежние места, скорее всего, не смогут. Они имеют право подать иски. Но суды будут ссылаться в данном случае на закон про очищение влады. Шансы на восстановление у иллюстрированных в данном случае тоже крайне малы. А вот бывший руководитель Минздрава Василий Князевич в успех такой реорганизации не особо верит. Да и реорганизацией ее называть не спешит. Ничего чекают от министра охороны здоровья и от любого государственного службовца такого уровня. Народ чекает просто за обеспечение леками, за обеспечение вакцинами, никакой реорганизации. Я вижу такие, ну что все, все идут гать. В министерстве уверяют, рабочий процесс сорван не будет. А вот те, кто пока еще продолжает ходить по этим длинным коридорам, мечтают, может быть, и о повышении зарплат зайдет речь. Но пока в ведомстве об этом молчат. Елена Зурина, Татьяна Авинникова, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. А теперь о битве за врачебное кресло, но уже в регионах. Какой главный врач главнее, выясняют в Виннице. Скандал разгорелся из-за должности руководителя детской областной больницы. За какое темное прошлое уволили бывшего главврача и на чьей стороне закон, все узнавала Ольга Паламарюк. Татьяну Антонец, главврача областной детской больницы, уволили в мае прошлого года. Якобы за темное прошлое. Несколько лет она возглавляла фракцию партии регионов в облсовете. Основной задачей, почему я должна оставить работу главного лекаря, был в этот момент. Что я належала к злочинной власти, что я належала к партии регионов. И поэтому я не имею права быть руководителем данного заклада. Распоряжение об увольнении подписал председатель облсовета. В обход всех норм, говорят юристы. Согласно закону, принимать такие кадровые решения могут только на сессии. Женщина обратилась в суд и выиграла. С папкой документов Татьяна Антонец идет в больницу, чтобы занять свой рабочий кабинет. И вот как реагирует на ее визит новый главврач. После прибытия милиции в больнице разворачивается нешуточный скандал. Покидать насиженное место Василий Паненко наотрез отказывается, вопреки решению суда. Державная регистрационная служба Украины, где юридическая особа, Винницкая областная детская клиническая лекарня, руководителем на 23.03 является Антонет Татьяна Ивановна, правоподписок Антонет Татьяна Ивановна. До сегодняшнего дня, человек, который обнимал и находился в этом кабинете, все документы, которые подписывал, подписывал незаконно. Будь ласка, идите в областную раду и решите все вопросы, почему вы пришли в запах. Я есть легитимный. Зампредседателя облсовета тоже тут как тут. Уверяет законный главврач Василий Паненко. Есть решение облсовета о его назначении. До тех пор, пока это решение не изменено, все должно остаться так же. Но вот юристы и новое мнение. Визнание противоправным и скасывание этого распоряджения позволяет особу права на обнимание и продолжение выполнения обязанностей головного лекаря. Решение суду в мае будет выполнено. Через 4 часа разборок в больнице решают провести закрытое собрание. Без журналистов. Татьяна Антонец тем временем написала заявление в милицию о препятствовании профессиональной деятельности. Ольга Паломарюк, Игорь Иго. Подробности телеканал Интер. Винница. И героиня сюжета, и остальные регионалы свои членские билеты могут выбрасывать. Партия регионов будет распущена в ближайшее время. Об этом сообщил лидер парламентской оппозиции Юрий Бойко на конференции Киевской областной ячейки оппозиционного блока в Ржищеве. Само партсобрание получилось отнюдь не скучным. Все подробности в материале Валентины Левицкой. В городок Ржищев, Киевская область, на партийную конференцию в Дом культуры собираются делегаты от оппозиционного блока. В холле люди с плакатами, двери в зал заблокированы. Кто вы вообще такие, чтобы нас не пускать? Я житель, я житель. Арендованные помещения. Хотели бы мы сегодня проведем тут конференцию оппозиционного блока. Не знаю, что они тут собрались проводить. Мы не знаем. Мы хотим досягнуть, чтобы регионалы тут и было. Хай они уедут и все. Хай они в другом месте собираются. Среди активистов женщина с повязкой правого сектора двери не открывают. Не поддаются и на уговоры милиционера. Приезжает Юрий Бойко, глава парламентской фракции оппозиционного блока. Его тоже не пускают. Вы пойдите в зале покрытие. Он идет через другие двери. Протестующие пытаются помешать. Начинается потасовка. Бойко заходит, двери захлопывают. Остальные делегаты пробираются в зал с черного входа. С ними заходят и те, кто не пускал их. Шум стихает, начинается собрание. Голосуют за главу Киевской областной организации и ставят задачи на ближайшее время. Лидер оппозиционного блока призывает коллег, готовясь к местным выборам, не повторять ошибок партии регионов. Керевники партии регионов, включено с президентом, когда втеклись в краю, они поставили под удар и загрозу жизни и свободу многих людей, которых они просто говоря прерывали. И тому партия будет распущена, чтобы керевники не могли ссылаться, как и втекли, не могли ссылаться на то, что они ее представляют. Люди, которые прорвались на партсобрание, требуют у политиков навести порядок в стране. Приходят одни, махают на тихо. Те пришли на оплату, на тих махают. И это безгонечно. Нам нужно, чтобы работали законы. Нашим детям нужно работа и зарплата. Юрий Бойко рассказывает об инициативах оппозиции. Ввести фиксированную торговую надбавку в 15% на продукты первой необходимости, чтобы не было спекуляций. И добиться восстановления соцвыплат на Донбассе. Дискуссии стихли, собрание закончилось, конфликт, похоже, исчерпан. Когда с людьми говоришь, когда объясняешь свою позицию, когда объясняешь, что мы работаем для людей, это всегда дает эффект, и мы видим, что это сработало тоже. Валентина Левицкая, Геннадий Аникиенко, подробности, телеканал Интер. Приемчики из лихих девяностых в современной столице. Сколько стоит крышевание малого бизнеса? Репортаж Елены Митясовой. Вот так представители самообороны Печерского района в прошлом активисты Майдана теперь решают дела. Взяли за малый бизнес. Ребятам камуфляжи не понравилась мобильная кофейня у метро «Арсенальная». И они откатили ее оттуда, а вопрос владельцам решили по-мужски. Кулаками, ногами и нецензурной бранью. Вы что делаете? Вы его в десятером избиваете. Вы что, папа, садили? Что его избиваете? Вы избивали, что ли? Вы все. Никто его не убил. Что произошло и из-за чего конфликт, предприниматель Виталий охотно рассказывает. Не получив денег за спокойную работу, образно говоря, за крышевание, которое они навязывали, решили вытолкать машину отсюда и не дать работать. Полторы тысячи в месяц, если вы стоите вот там вот на проезде за столбиками, якобы, а здесь уже начнем работать там, а хотите стоять на площади, то, в принципе, будем потом разговаривать. Беспределом возмущены все владельцы кофемашин. Рекету, говорят, платить не будут. Люди, которые одевают камуфляж и не имеют никакого отношения к закону, под предлогом того, что им что-то не нравится, они гражданские активисты, они не то, что не имеют права касаться имущества, они не имеют права вообще даже подходить и начинать разговаривать. Найти контакты самообороновцев мы попытались через волонтеров. И вот что узнали. Александр Мединский, он руководитель громадской организации самообороны Печерска. Это никакая не меська варта. Это они примазываются к меськой варте. Знаем этого человека давно, замечено за ним было немало. Руководитель общественной организации Александр Мединский есть на видео. Вот этот высокий человек в темной куртке и шапке, который бьет предпринимателя пластиковой бутылкой. Мы поговорили с ним по телефону, уверяет, конфликта не было. Все во имя благой цели. Мы под эгидой наведения в городе Устрия попросили их оттуда, свои машины убрать. Мы их оттуда, эти машины, своими силами оттанкивали за пределы периметра. Во время этого на нас, хозяин этой машины, ну начал бросаться. Милиция по факту инцидента открыла сразу два уголовных производства. Заявление написали обе стороны. Кто же кого бил, разберется следствие. Елена Митясова, Владлен Ноль, подробности, телеканал Интер. В меню ресторана «Жучки». В одном из заведений Варшавы нашли прослушивающее устройство, как раз перед очень важным ужином. Кто-то интересовался, о чем будут говорить министр обороны Польши с коллегой из Голландии. «Жучки» обнаружили в комнате для вип-клиентов, популярного среди политиков и бизнесменов ресторана «Ружана» на Макатове. Томаш Симоняк поспешил заверить, на встрече с Женин Хеннис Плацшерт ничего секретного не обсуждалось. А вот секреты, которые могут подмочить репутацию лидера французского народного фронта, Марин Липен обнародовала одно из авторитетных изданий Франции. Правда, сама политик их не комментирует. Зато публично спорит с отцом. Добавляет ли ей это рейтинга, расскажет Татьяна Лагунова. Марин Липен беспокоится о своем имидже и рейтингах, причем настолько, что готова ссориться с отцом публично, обмениваясь выпадами через средства массовой информации. Лидер Национального фронта разозлилась на отца за интервью одному из французских каналов. Липен, старший известный антисемит, позволил себе сказать, использование нацистами газовых камер во время Второй мировой – это всего лишь деталь войны. Говорил он подобное и раньше, за что уже был оштрафован судом. В этот раз первая поспешила осудить дочь. Марин Липен заявила в корне нестогласно. Отец просто провоцирует, и она надеется, что избиратели это тоже поймут. Попытка дистанцироваться от отца – это подготовка к президентским выборам, уверены эксперты. Они состоятся через два года, и Марин Липен наверняка попытается завоевать симпатии избирателей, которых отпугивают антисемитские, ксенофобские и гомофобские лозунги ее отца. Ну а с папой, а с папой всегда можно потом помириться. А вот отмыться от другого скандала Марин Липен будет куда сложнее. Французская Лимонт пишет, что национальный фронт получал деньги от Кремля за пророссийские заявления и признание аннексии Крыма. В качестве доказательства издание опубликовало СМС-переписку высокопоставленных российских чиновников. Ее взломали хакеры. Так вот, чиновники обсуждают возможный приезд Липен на так называемый крымский референдум и финансовое соглашение с ее партией. Эту публикацию Марин Липен пока не прокомментировала. Татьяна Лугунович, Слав Фролов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. А в Великобритании ссорятся все со всеми. И споры куда более громкие, ведь на кону парламентские кресла. О последней жесткой схватке семерых в прямом эфире наш британский корреспондент Оксана Кундеренко. Семь лидеров плечом к плечу. В буквальном смысле. В небольшой лондонской телестудии градус политических страстей зашкаливает. Дуры на самом деле прикованы к двоим. Действующему премьеру Кэмерону и его главному оппоненту Миллибенду. Один из них станет следующим главой правительства. Без вариантов. Я не хочу поднимать налоги. Это будет означать большой долг для государства. Больше хаоса. Мы не поможем рабочему классу. Мы его уничтожим. Это то, что сделали лейбористы. И я такого не допущу. Думаю, Дэвид Кэмерон не случайно говорит о прошлом. Он не хочет говорить о будущем. Если уж говорить о налогах, как насчет их укрывательства через хедж-фонды. До тех пор, пока эти фонды финансируют вашу партию. Вы их не трогаете? Для заклятых противников это последний шанс встретиться лицом к лицу на публике. В следующей неделе политики проведут в машинах, колеся по стране и общаясь с электоратом. Каждый со своим особым предвыборным посылом. 7 тысяч человек в этой стране ежегодно заражаются ВИЧ. 60% из них не являются гражданами Великобритании. Вы можете приехать откуда угодно, получить свой диагноз и лекарства на 25 тысяч фунтов в год бесплатно. Куда это годится? Евроскептики из ЮКИП обещают снизить приток иммигрантов и выйти из ЕС. Шотландские националисты выбивают больше прав для своего региона. В Уэльсе не хотят отставать. Либеральные демократы прочат увеличение соцвыплат. Вопрос в том, с кем из мелких партий вступят в коалицию лидеры гонки. Ведь ни одна политсила, судя по опросам, не сможет самостоятельно сформировать большинство. Проблема, мистер Найджел, в том, что вы отбираете голоса у нас и даете шанс победить лейбористам, а они распахнут дверь для иммигрантов. Вы этого хотите? Дэвид, я хочу спросить, в каком мире мы живем? Колкости и шуточки на повышенных тонах – максимум, что могут себе позволить британские чиновники. В этом шоу не переходят на личности и не оскорбляют друг друга, хотя соблазн есть. По окончанию теледебатов представители партии ринулись убеждать журналистов, что победил именно их кандидат. На самом деле победителя не было. Дискуссии внесли еще большую неопределенность. Похоже, явного фаворита определит только голосование. До него осталось пять недель. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Первый успех за 12 лет переговоров – это об Иране. Многодневные обсуждения иранской ядерной проблемы все-таки привели к успеху. Конечно, пока рано говорить о полном снятии эмбарго со страны, но тенденция намечена. Что об этом думают в Америке? Ведь именно американские дипломаты сыграли на переговорах ключевую роль. В опросе разбирался Дмитрий Еловский. Восьмидневный переговорный марафон находился постоянно под угрозой срыва. А дипломатов поступали очень разные утечки. То говорили, что ничего не изменится, разговаривать в принципе не о чем. То, что вот-вот Ирану все-таки разрешат разрабатывать свою ядерную программу. Но результаты, похоже, произошли даже самые смелые ожидания. Самое главное – это возвращение Ирана в круг стран, с которыми можно и в принципе нужно иметь дело. А также разрешение на развитие собственного мирного атома. Ну, правда, с некоторыми ограничениями. Но все же. В Вашингтоне об этом, на самом деле, довольно много говорили в последнее время. Среди американских политиков даже образовался раскол. Особенно после того, как в США приезжал израильский лидер Нитаньяху. И в обход Белого дома убеждал конгрессменов необходимость продолжать все-таки санкционную политику в отношении Тегерана. Но все же Америка пошла на смягчение режима в отношении этой страны. Скорее всего, за этим последуют и другие шаги. Уже говорят о снятии эмбарго поставок нефти и газа из Ирана в Европу. И вот при таком сценарии цены на энергоноситель, конечно, моментально обрушатся. Конечно, это серьезно отразится на экономике России, которая очень чувствительна к падениям цен на нефть. Но к тому же в Иране, очевидно, начнут разрабатывать новые нефтяные и газовые месторождения. Что обязательно приведет к увеличению запасов нефти, а значит, еще и большему обесцениванию ее на мировом рынке. К тому же Иран долгие годы был очень важным и стратегическим союзником России в регионе. А после череды арабских весен, возможно, и единственным другом, который прикрывал федерацию с юга со стороны Каспийского моря. Но результаты минувших переговоров дают четко понять. Запад теперь тоже не прочь подружиться с Ираном. В самой стране новости о грядущей отмене санкций встретили просто как настоящий праздник. Народ высыпал на улице и овациями приветствовал дипломатов, которые привезли в страну благую весть. Доржества продолжались несколько часов. Вряд ли Америка пошла на смягчение санкций только лишь для того, чтобы, ну, как-то насолить Россию, проучить ее за войну в Украине. Но этот побочный эффект от перезагрузки отношений с Ираном может стоить Москве очень и очень дорого. Дмитрий Уловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Парковщик разбил Феррари за 300 тысяч. Массовая драка на хоккейном поле и тощие модели больше не в тренде. Об этом не только в нашем обзоре. Париж снова задает тон в моде в тренде борьба с анорексией. Во Франции под запретом уже очень пузосочные модели. Законопроект одобрила Национальная ассамблея, а с инициативой выступил Минздрав. Отныне модельные агентства должны проверять соотношение веса и роста манекенщиц. За нарушение закона работодателям грозит до полугода заключения и штраф в 75 тысяч евро. Один из богатейших румынских бизнесменов сядет в тюрьму. Апелляционный суд приговорил Иоанна Никулаев к 2,5 годам заключения за финансирование президентской кампании в 2009-м. Никулаев выделил миллион евро на продвижение Мирчи Джоанны, лидера социал-демократической партии. В итоге тот проиграл во втором туре независимому кандидату Трояну Бесеску. Масштабный пожар охватил завод General Electric в штате Кентукки. Предприятие изготовляет бытовую технику. Что послужило причиной возгорания пока неизвестно. О пострадавших информации также нет. Весь персонал успели эвакуировать. С огнем борются более ста спасателей, пока безуспешно. Удивительное спасение у берегов США. В открытом море нашли моряка, который дрифовал 66 дней. Его небольшое судно перевернулось, и мужчина более двух месяцев питался рыбой и дождевой водой. Его случайно заметили с проходящего мимо контейнеровоза. Моряка срочно эвакуировали вертолетом и отправили в ближайшую больницу. Массовая потасовка взбодрила зрителей на матче полуфинальной серии плей-офф российской высшей хоккейной лиги. В кулачном бою сошлись сначала главные тренеры, а потом и хоккеисты из Твери и Ижевска. Вспышку чрезмерных эмоций спровоцировали неоднозначные судейские решения. Выяснить правоту на кулаках не удалось. Судья удалил обоих тренеров с поля. Парковка по-итальянски. В Риме парковщик разбил Феррари стоимостью около 320 тысяч евро. Мужчина попросту перепутал педали газа и тормоза. Инцидент произошел несколько дней назад. Парковщик не пострадал, в отличие от автомобиля. Таких в Араре всего около 600 в мире. Кошерная марихуана и 10 дней праздника. В Израиле отмечают Песах. Из Иерусалима материал Григорий Абадо. Вот уже целую неделю религиозные иудеи моют свои дома и квартиры. Задача удалить самые мелкие хлебные крошки даже оттуда, где их в общем и быть не могло. Любые продукты брожения и в первую очередь хлеб запрещены для употребления. Ведь иудеи, как гласит Писание, бежали из Египта лишь с пресными лепешками. Сначала посуду моют обычным способом, потом кипятят в чане с водой. Только затем посудой можно пользоваться на пасхальном ужине, седере. Тогда она считается кошерной. Кошерная значит пригодная, не содержит квасного. Супермаркеты сегодня закрыли те полки, где могут быть некошерные товары, чтобы посетитель случайно не ошибся. В таком виде залы простоят весь праздник, а он длится целых 10 дней. Характерной особенностью Песаха является запрет не просто есть или иметь, но даже видеть квасное. Хлеб заменяет маца, лепешка из муки и воды, испеченная строго до начала брожения. За процессом производства следят раввины специалисты. Я знаю все традиции. Моя семья вчера отмыла квартиру до блеска. Но лично я ем хлеб весь Песах. Маца это не для меня. Всю десятидневку религиозные иудеи читают особые молитвы благодарности за спасение и избавление от бед, Повторяя, нам хватило бы и малой части того добра, которое сделал нам Господь. Школы закрываются на каникулы, у взрослых отпуск, а молодежь, конечно, сидит по клубам. Этот Песах ознаменовался еще и особым постановлением раввинов. Отныне марихуану и ее продукты следует считать кошерными для употребления. Речь идет, безусловно, о медицинском каннабисе, который употребляют по особой лицензии тяжелобольные люди. Впрочем, это нововведение порадовало и вполне здоровых. Закат уже близко и запоздалые прохожие в спешке бегут домой, чтобы закончить приготовление к праздничному ужину. Впереди 10 дней без хлеба, но с верой в самое наилучшее, как учат евреи своих детей, из поколения в поколение вот уже долгие века. Григорий Баду, Алиса Неверовская, специально для телеканала Интер. Закарпатские КВНщики порвали интернет. Пародия на российские вести с Дмитрием Киселевым на специфическом закарпатском диалекте всего лишь за два дня набрала почти полмиллиона просмотров. Марина Коваль встретилась с авторами ролика. Закарпатская пародия на российскую пропаганду. Вся правда об отце-карателе, гной конвое и душераздирающий сюжет о распятии теленка в центре села. И коронная фраза программы. Над образом пришлось поработать. Использовали для грима то, что под рукой было. Я свою справу сделала мука. Венгерская мука, очень хорошая сила на волосы. Он очень много жестикулирует руками. Такое впечатление, что он прямо так в экран залезает. Что он тебе навязывает, что он тебе сейчас съест. Кроме Паши, над сценарием трудились и двое его коллег. Вся работа над передачей, которую делали, чтобы просто повеселить друзей, заняла неделю. А потом ролик выложили в интернет. И тут пришла настоящая слава. 12 минут закарпатского юмора на местном говоре. Авторы были уверены, что их смогут понять только земляки. Но оказалось не так. За два дня в ютюбе 430 тысяч просмотров. Первую минуту моё житомольское вухло звыкало до этого говора. Но далее втягнулся. Очень круто. Прикольно. Закарпатский специфический. Но мне, жителю Днепра, 80% понятно. Окрыленные таким успехом закарпатские юмористы уже задумали следующий проект. Тоже на злобу дня. Но идею пока держат в секрете. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород. Ну а сейчас с нами на связи Киселёв Евгений. Ведущий ток-шоу «Чёрное зеркало». Евгений, здравствуйте. Вот интересно, а вы пародию на своего однофамильца посмотрели? Если да, то как она вам? Понравилось? Вы знаете, Алексей, я десятый раз повторю. Этот субъект мне даже не однофамилец. Вот так. Какие-то ещё комментарии хотите? С ним, с этим Дмитрием. Лже-Дмитрием, наверное. Давайте поговорим всё же о «Чёрном зеркале». О чём сегодня пойдёт речь в студии? Ну, как всегда, мы будем говорить о тех вещах, которые волнуют страну, которые волнуют украинское общество. Почему по-прежнему медленно двигаются реформы? Будет ли когда-нибудь какой-то прорыв, наконец, ускорение? Поговорим ещё и о том, что стоит за участившимися в последнее время слухами о возможных досрочных парламентских выборах. Или, наоборот, о том, что на местном уровне выборы, которые назначены на осень нынешнего года, могут быть переносены на более поздний срок. В общем, тем много. А вас жду в студии. Надеюсь, как всегда, поможете мне вести эфир. Непременно помогу. Спасибо аудитории уже за первые аплодисменты. Действительно, тем много, работа предстоит большая. Евгений, спасибо. Это был Евгений Киселёв, автор и ведущий программы «Чёрное зеркало». Ну, с подробностями на сегодня уже всё. Как вы понимаете, я с вами прощаюсь ненадолго. До встречи в студии «Чёрного зеркала». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова